Благотворительный фонд «Сила добра» запускает новый проект «Чистый воздух» на собранные средства. Волонтеры установят современные очистители воздуха в тех отделениях детской республиканской больницы, где много лежачих и тяжелых больных. Дезары – так называются универсальные аппараты, которые пришли на смену устаревшим ультрафиолетовым лампам. Виктория Палкина об острой необходимости. Первым делом волонтеры благотворительного фонда «Сила добра» закупили дезары для детской онкогематологии. Современные аппараты появились сразу в восьми палатах. Раньше на время кварцевания пациентам приходилось выходить в коридор. Теперь в отделении другие правила. Оптимально надо, чтобы обеззараживание воздуха, особенно в таких отделениях, особенно в детских отделениях, происходило непрерывно. И благодаря тому, что этот аппарат может быть включен непрерывно, а выводить детей из палаты не требуется, в этом есть самое большое преимущество. В онкогематологии с современной техникой уже знакомы. Здесь ими пользовались и прежде. Вот только аппаратов по стерилизации воздуха явно не хватало. Причем даже там, где лежали тяжелые пациенты, к примеру, после химиотерапии. По словам специалистов, такой очиститель обязательно должен висеть и в коридоре. Наши мамы, несмотря на всякие предупреждения, продолжают бегать курить, продолжают бегать по коридорам. Они на тапочках на своих заносят в палаты всякие разные болезнетворные микробы. И вот этот аппарат, он по крайней мере из воздуха всю эту плохую среду убирает. Ультрафиолетовые облучатели теперь есть и в детской нейрохирургии. Их установили в процедурном кабинете и в игровой. В планах медперсонала оборудовать дезарами все отделение. Хотелось бы еще установить дезары в коридоры, потому что у нас большой поток больных. У нас отделение экстренное, больных поступает много и по ночам. И также хотелось бы, конечно, установить дезары в палаты, потому что у нас отделение оперирующее. Мы делаем операции, операции сложные на головном мозге. И поэтому дети лежачие из палаты не выходят. Бактерицидное воздействие этих аппаратов 99,9%. Помочь они должны в борьбе с вирусами простуды. В отделениях детской республиканской больницы уже введен масочный режим. В учреждении все силы брошены на то, чтобы не допустить эпидемию РЗ. К слову, год назад она уже вовсю бушевала. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрген Сыктывкар.